Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и сегодня в нашей студии постоянный гость, депутат Госдумы Алена Аршинова. Поговорим о законодательных инициативах. Здравствуйте, Алена Игоревна. Здравствуйте. С этого года в центре внимания национальные проекты. Насколько я знаю, Госдума приняла обращение к председателю правительства относительно их реализации. О чем оно? Да, все верно. Обращение было с просьбой ускорить доведение федеральных субсидий до наших регионов, потому что из 617 миллиардов рублей, которые предусмотрены, только полтора процента были доведены. На самом деле это очень низкий показатель. И мы договорились о партнерстве ускориться для того, чтобы можно было не затягивать с применением тех средств, которые выделены регионом, которые тоже запланировали свое софинансирование и реализацию тех пожеланий, которые были высказаны нашими избирателями. Поэтому люди определили приоритеты в области образования, здравоохранения, безопасных дорог, совершенно там и науки и так далее, и так далее, всех отраслей. У нас только сам нацпроект образования стоит фактически около триллиона рублей. И поэтому это средства достаточно большие. И вы знаете, мы уже говорили неоднократно об этом, что средства выделяются и на возведение инфраструктуры, а есть же строительные циклы. Поэтому, конечно, нам важно, чтобы эти деньги были своевременно выделены. Чем раньше, тем лучше. И второе, о чем мы договорились, это что деньги будут выделяться сразу и доводиться до регионов на действие всего национального проекта. То есть до 2024 года по всем сферам. То есть на 6 лет. Потому что у нас трехлетний бюджетный цикл. То есть мы всегда принимаем федеральный бюджет на, допустим, в этот раз 2019 год и плановый период 2020-2021. Но деньги будут доводиться в полном объеме сразу на 6 лет. Как, по-вашему, республика справляется с задачей строительства, модернизации, школ, детских садов? Это стоит такая масштабная цель построить десятки объектов. Масштабнейшая цель. И мы уже с вами тоже неоднократно говорили о том, что Чувашская республика старается сохранять лидерство. Во-первых, в том, что претендует на различного уровня субсидий. И Чувашская республика, например, является лидером по получению федеральных средств на строительство детских садов в текущий момент для детей младше трех лет. И фактически это около полутора миллиардов рублей именно на возведение фактически детских садов для деток ясельного возраста. Что касается школ, то также у нас республика является постоянным участником тоже этой программы. И мы, например, точно так же получили большинство номинаций, большую часть номинаций, таких регионов вообще очень мало, по всему нацпроекту образования. То есть у нас будет и второй кванториум в Новочебексарске, и IT-куб в Канаше. То есть мы по доп. образованию на самом деле лидируем. У нас по всем ведомствам, где можно было что-то взять, мы обязательно берем и участвуем. То есть даже если где-то грантовые возможности, даже если гранты скромные, мы это все делаем. И очень хорошо, слаженно отрабатывает здесь команда главы республики Михаила Васильевича Игнатьева и Иван Борисович Моторин, как председатель правительства, кабинет министров. Поэтому хорошо работать комфортно, когда плечом к плечу. И здесь такая совместная зона ответственности за привлечение федеральных субсидий. И чтобы, собственно, от строки в бюджете до объекта, до детского сада, до школы, до других объектов, чтобы это все видно было людям и видно было сейчас. Это касается и благоустройства дворов, дворовых территорий, это касается дорог и всего прочего. Поэтому было принято как раз такое обращение, чтобы быстрее Минфин срабатывал в доведении денег федеральных, которые заложены реально в огромном объеме, и пока период такой весенне-летний, чтобы можно было уже в полной мере начинать работы. И еще одна такая важная для молодых людей инициатива, уже принятый закон о дополнительных отсрочках от армии. Расскажите о нем поподробнее. Да, на самом деле очень здорово, что правительство, министерство обороны одобрило это. И сейчас, на текущий момент, мы получали очень много обращений о том, что в колледжах тоже ребятам хотелось бы иметь отсрочку от армии, но не было готово тогда и ведомство к этому. Сейчас вообще, на самом деле, много людей очень идет в СПО. Не идут в 10 класс, идут сразу в ранняя профилизация, идут учиться в среднепрофессиональные образовательные организации. И в этой связи, на самом деле, достаточно быстро прошло согласование, вот такая инициатива, и действительно приняли ее. То есть это первое. Второе – это для тех, кто хочет продолжить свое образование уже в магистратуре. И третье – для тех, кто обучается на подготовительных отделениях. В Госдуму также внесен законопроект о 22-й кнопке. Когда он может быть принят и что он предусматривает? Мы полагаем, что он будет принят уже в эту весеннюю сессию. Это касается мультиплекса. Помните, было 20 кнопок, добавили 21-ю региональную, и сейчас будет 22-я муниципальная. То есть фактически в конкурсе может участвовать любой муниципальный канал, который предлагает условия, такое есть 70% национального контента, муниципальные интересные программы, чтобы это был именно сгенерированный контент. Поэтому, конечно, я думаю, что это шанс развивать такую местную журналистику. И я думаю, у нас будут развиваться уже такие звезды, свои звезды. Поэтому это здорово, на мой взгляд. И, собственно, возможность тоже получать новости, получать программы, и слышать то, что людям интересно прямо на местах. И близкая к вам тема. На прошлой неделе началась пора досрочной издачи ЕГЭ, а в мае начнется основной период. Как обстоят дела с подготовкой к экзамену, и есть ли какие-то новеллы? Ну, смотрите, что интересно, что с этого года уже есть возможность сдавать китайский язык, и уже 27 человек выбрали это направление. То есть мы видим из 35 тысяч человек. Вообще самый популярный предмет – это русский язык. То есть больше, чем 16,5 тысяч человек его сдают. Затем у нас идет профильная математика, как ни странно. Это почти 14,5 тысяч человек. И далее мы видим, что лидируют такие предметы, как история, химия, физика, базовая математика, литература. Поэтому достаточно интересно это. Но сейчас вы знаете, что в предварительную волну, в первую волну у нас сдают выпускники прошлых лет и выпускники нынешнего, текущего года, которые в основную волну не смогут присутствовать здесь и подтверждают это документально. Поэтому мы видим сейчас, что действительно есть перемена, что-то меняется, и что идет все-таки, наверное, уже такой более профессиональный настрой, чем раньше. То есть раньше чаще выбирали больше гуманитарные предметы, а сейчас идет рост уже таких естественных наук, например, инженерных. Поэтому в этом плане достаточно здорово. Ну и мы знаем, что 6 219 заявлений в этот период у нас подали в Чувашии. Интересно, что был, я заметила на просторах сети, флешмоб «Родители я сдам ЕГЭ». То есть когда сами дети спокойны и уверены в себе и психологически, морально готовят своих родителей и заряжают таким позитивом, что все будет хорошо, мы пройдем этот экзамен. Что касается последующих лет, то профильные ведомства обсуждают возможность, например, вот сейчас в нескольких регионах идет прямая распечатка через интернет, доставки контрольно-измерительных материалов, а в последующие годы использовать технологию блокчейн. Вообще звучат интересные такие мысли, вот звучали из уста мэра Москвы Сергея Собянина, например, и из уста главы Россоборнадзора, что в целом, конечно, нужно двигаться к портфолио, что можно, например, отходить от единого экзамена, и чтобы не в последние годы с такими усилиями и с боем сдавались экзамены, а чтобы каждый день молодой человек вкладывал свои усилия, работу в свой предмет, который ему нравится. А потом, собственно, уже ВУЗ принимает по оценке вашего профиля, вашего профайла. И я думаю, что это на самом деле интереснее, когда молодой человек, он не концентрируется на экзаменах, он концентрируется на каждой дневной работе. Но только это должна быть работа, конечно, а не выбивание оценок из учителей. Это же, наверное, тема на следующей сессии. Ну, это тема, на самом деле, даже на последующие годы. Я думаю, что все будет. И еще один повод для вашего визита в республику – встреча с организаторами и участниками конкурса «Краски Чуваши». Расскажите поподробнее об этом проекте. Да, это проект уже, который длится несколько лет. «Краски Чуваши» сначала был достаточно небольшим, а теперь он разрастается. И еще две недели фактически мы принимаем заявки на участие в конкурсе. Но при этом у нас уже больше 1600 рисунков. И это достаточно интересно, потому что принимают участие не только жители республики, не только детки с родителями, с семьями рисуют. И это не только, кстати, рисунки. Это еще и другое творчество. Присылают свои заявки. Но это еще и семьи, которые проживают за пределами республики, но которые активно поддерживают связи с малой родиной, с Чувашей. И более того, даже из-за рубежа. То есть это и ближнее, и дальнее зарубежье. Поэтому у нас теперь запущена платформа «Краски Чуваши», где можно посмотреть, ознакомиться с банком данных, фактически орнаменты, другие интересные, литература, история и прочее. То есть то, что может вдохновить ребенка, родителя, например. И можно использовать этот материал в подготовке к этому конкурсу. Конечно, там будут победителями все абсолютно. Потому что такой конкурс, это все-таки, наверное, дает надежду на то, что в период глобализации, когда есть очень много вызовов и угроз, такие конкурсы, участие в которых добровольное, и наоборот, куда стремятся люди, это возможность сохранить свою культуру, дать ей новый свежий глоток этой энергии, которая сквозь годы будет уже уходить в цифру, то есть вот в эти платформы и прочее. То есть то, что трансгранично, и, конечно, сами вдохновленные родители, дети, им это все нравится, они приезжают, и мы планируем, собственно, уже подвести итоги к Дню Республики и пригласить победителей. И нас активно поддерживает правительство Чувашской Республики. У нас, в том числе и в организаторах, это и Министерство культуры, это и Министерство образования. Поэтому, конечно, такая инициатива, она просто не может быть не поддержана. Искусство бесценно, особенно, когда к этому прикрывал Деву эту руку дети. Да, абсолютно верно. Спасибо большое за подробный ответ, Алена Игоревна. Напомним, что сегодня на наши вопросы отвечала депутат Госдумы Алена Аршинова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова